Да, спасибо большое, Маша. Я бы так не зарекался, господа аналитики. Уже один раз Infamous доказали то, что все-таки иногда даже аналитики бывают неправы. Ну и сейчас посмотрим, на второй карте смогут ли Team NP отыграться. Действительно, игра сплитпуша, действительно, эта нага для кого-то мерзопакостная, которую вот эту вот не словить, которая ходит, спамит иллюзии, толкает лейн и вообще выфармливает леса, выфармливает абсолютно все. Ну и что, играет на ней, судя по всему, Envy. Давайте посмотрим вообще на составы. Нет, Ави все-таки забирает нагу, да. И начнем с команды NP сначала по порядку. Eternal Envy забирает себе Мирану, MSS, Faceless Void, 1437 на Огрмаге. Так, что-то у нас сбилось. Да, там SVG на Дисрапторе и на Наго Сирене будет играть Ави 2000. И нам просто показывают руны, и мы перейдем к NFM чуть позже, к их составу. На самом деле, когда руна отображается каким-то волшебным образом, испаряется звук на какой-то промежуток времени, и вот мы снова в нужном объективе. Роуз, кстати, получил уже 2 напалма, 300 напалма, но, к сожалению, Сингер находится слишком далеко, и подбору страйк можно было, наверное, роуза словить, и тычки у Кей-19 будут бы очень сильные. Но мы не забудем все-таки о том, что нужно представить состав Infamous. Можем открыть еще раз таблицу и сосредоточиться на них. Сингер исполнит нас Сент Кинге, Хатсу на Мику Дазл. Соответственно, Бенжас Джиггернаут фармит он на топе. На боте происходит какая-то движуха. Давайте туда посмотрим, там Кей-19 на Беттрайдере. На SVG, походу, берут ФБшечку. Очень здорово, Мансит, но все-таки сразу 2 тычки, что ли, он на себе ловит. Опять Infamous, опять ФБ. Да, и мы забыли представить только кого-то одного. Это был Катар, естественно, Штурм Спиритер. Да, и что, ФБ для Infamous, посмотри, приходят они сюда, Триплой, Беттрайдеру. Хотят мешать Наге втроем. И дать фу фрифарм войду. Как отмечали наши аналитики, на самом-то деле, даже при наличии Дазла на линии, они вряд ли смогли бы с МВССу справиться. Потому что у него такой чар, как ФСС вводит на руках. Соответственно, почему бы этого Бенжаса в соло не оставить, пусть получает левел. Ну, надеюсь, он... Опа. Ну, это скорый рейс до базы. Да. Что касается в целом пика, очень много делал акцент Фаник на том, что могут в теории НП провести идеальный темфайт через сон, через песню Наги, да, через ультимативную Ауи 2000. Но это так сложно в исполнении все сделать, на самом-то деле. Если у НП что-то на лайн-стадии пойдет не так, то, мне кажется, ФМС очень быстро закончится, потому что у них пик попроще. И чем ловить Нагу, чем ловить Нагу, у них однозначно есть. Потому что Штору сперет, потому что Беттрайдер. Да, ну, ребята, не первый день играют вместе, поэтому я думаю, что любые комбинации, это, в принципе, вопрос только сыгранности. Ну, Стингер, по-моему, с тапком, можете кликнуть на Сент-Кинга, он очень быстрый, если уже продолжает ковырять. Стингер на Стингера, клик-клик-клик на Сент-Кинга, просто посмотреть, что у него вообще есть. А тут подкоп по Ногармагу, и ой-ой-ой, как же больно проседает у нас 14.37. Да, сожгли его Ногармага, 2-0 уже в пользу ФМС, они свою триплу пока что реализуют. Как бы она ни была странной, да, на первый-то взгляд, это Беттрайдер, Сент-Кинг и Дазер. Хорошая трипла, вообще, на самом деле, думают, что дабла пойдет сюда, Беттрайдер и Сент-Кинг, но также и при поддержке Хатсуны Мику хорошо сейчас отправляют в таверну в очередной раз саппорта команды НП. И вообще для Ауи Нага это привычный герой, правда, на другой позиции, на позиции суппорта Ауи на Наге Сайрон часто отыгрывал. Ну, я думаю, он прекрасно понимает, как раскрыть в качестве кора эту самую Нагу. Единственное, что в триплю них это не задается. Я хочу сказать, что непрозрачная, явно непрозрачная. А вот и для Огрмага фраг. Помог он, наверное, справиться со Штору Спиритом, да и в целом. Кстати, у Энви были проблемы. Я думала, что у него будет абсолютная доминация в миде, что сможет отдалить Шторма, но, кажется, товарищ на Шторме не лыком шит. Он однозначно в миде ведет, в соло Катара. Катара Хаяма вообще один из, наверное, самых известных перуанских игроков. Ну, я тебе просто объясню ситуацию. Энви очень часто играет на Миране, просто к тебе, потому что она метовая, сбрасывает себя на Паумауи, пытается уйти. Вот, и он на ней в большинстве случаев хорошо исполнял и выигрывал мид. То, что он не может выиграть мид у Шторма, у которого, ну, как бы он не может, по сути-то, Мирану прохарасить, если держать дистанцию, в свою очередь Мирана может прохарасить Катару, поймать в тот же момент, прыгнуть с липа и зафокусить при помощи с Шторма. В общем, я предрекала, что у Шторма будут проблемы, а в итоге проблемы у Мираны, особенно с фармом. То есть Катара получается сильнее, Энви стоит мид и более уверенно себя чувствует. Что касается триплы Бэтрайдера, Даззл и Сэнд Кинг, я бы сказала, что это просто нечитаемая трипла. Хорошая, хорошая бесспорно. Это очень сильные герои, которые в совокупности вносят очень много импакта и у них получается убивать. Ну, просто непрозрачно все это было явно. Непрозрачно. Да, сейчас пока что оставили Кейн на 1, хотя... Очень много орехов залетает, на самом деле, в Бэтрайдера, очень далеко дают, прожимает стихи, не выживает. Сверх считал, хотя бы на Дизраптор разменяться. Будет ли Грейв, да, есть Грейв, в случае чего, у него очень долгий каст не стоит забывать, успевает Хасун Мик его поражать. И в итоге стингер отхилился. Но Бэтрайдера менять на Дизраптора, что-то здесь очень сильно не подрассчитал. Видимо, мисплей какой-то произошел, либо мискоммуникейшн у команды, потому что... Или не ожидал, что суппортов здесь нет. Но очень агрессивно себя ведут вышки. Более того, ты заметил, что он вроде реагрил, реагрил, а в итоге залетел и получил еще 3 ореха. Может, не ожидал, что вышка поведет себя так. В ММ очень круто стоит МСС против Бенжаза. То, что оставили МСС, да, они гнобят Нагу, но получает свое воит, и воит получает сверху. Он бы все равно свое получил, вот в чем проблема. Так что решение ФМС абсолютно верное, и нужно просто в какой-то определенный момент прийти и этого воита убить. При помощи кого? Афиг его знает, только если лассо... У меня вот хатна сфера, сюда МВ еще перетягивается, получает стрелу. Старшторм, но вторая звезда. Вторая звезда на него не попадает. А есть еще Фэйрифайер у Бенжаза, почему не поражал Фэйрифайер, это Бенжаз, стингер прилетает на... Не накликал, видимо. Возможно, да, МСС проседает по хп, хотя стингер тоже ловит... Ну что ж, два фрага оформили НП только что на топе, очень хорошо реализовали полученную МСС в хроносферу. Все супер. НП дела идут в гору, а тем более у Мираны. Для Мираны сейчас жизненно важны эти ганги, эти выходы, потому что фарм в миде не задался. Ауи начинает гореть, причем на шестом левеле Ауи качает сон, потому что понимает, что нужно будет спасаться, хотя для гор Наги это не самая привычная раскачка. Страдает и терпит, просто страдает и терпит, пока команда НП, вся остальная часть команды НП, старается создать для него спейс. Они переключаются на джиггернаут, напрягают джиггернауту, погиб уже один раз шторм в миде, да, до шестого левела удалось его вместе с Огрмагом Миране убить. Соответственно, просто Ауи терпит, не умирает, постоянно сбрасывает себя стаки, благодаря первому сплэшоту. То есть все хорошо, пока что все неплохо у НП, и в конце концов я с ним буду продолжать вот так же активно двигаться по карте, делать фраги, то рано или поздно исчезнет Бэтрайдерс бот, исчезнет Дедазл, и Ауи дадут фармить. Да, есть стики у Ауи, кстати, Суан, будет инициация. Да, Этернален сделал сюда ТП. Но тут есть Сэнкинг, Сэнкинг на подсейве, там Дазлы, конечно, бьют, убивают, и Бэтрайдер Кейн-19 залетает вместе со Стингером, получает фаербласт в лицо Кейн-19, очень больно ему хватать Лас Огрмага, ну и это минус, нет, нет, Свиджи, это минус 14.37, да. Ну что ж, разменялись саппорт на саппорт, но при этом очень много ресурсов ИНП потратили по итогу, а понятное дело, что Ласот готовится побыстрее Снанаги. Ну, вообще, очень долгий кулдаун у Снанаги на первом уровне. Я просто взял и забрал Катапульту. Жадюга. Он всегда, кстати, держит стрелу в кулдауне, если нет какого-то определенного плана наперед озвученного команды, и он не терпит присутствие стрелы, не в КД, если фарм стоит. 25 крипов у Энви, 35 на 12 у Катара Хаяма, неплохо. Вот оставили Шторм Спирита в миде, сейчас он получает вообще сверх. И посмотри, опять нападение на Ауи, и опять заставляют сюда перетягиваться игроков команды НП и дефать эту Нагу вообще вовсю. Стингер выкапывается, но здесь уже подцепить нечем, потому что нет сеточки у Ауи. Очень много времени именно без Ликий, без Лицы, товарищи. Без Ликий? Да, без Ликий. Потерял времени, очень много потерял времени просто, потому что сделал АТП, сделал АТП с хроносферой, в надежде в кого-нибудь ее поставить. Сделать минус, но видишь, смог уйти Сент Кинг и развести на перетяжке Демон Пи, которые, кстати, все-таки продолжают двигаться вместе. На этот раз скрылись в дыме Этерна Ленви на Ахте Роуз, они направляются на бот и думают, кого бы, кого бы здесь поймать. Благо, они под вардами, а у Дайр очень хороший вижн стоит, и трудно эти смоки раскинуть грамотно, но получилось, получилось. Катара подловили, сделать фраг на Штармен, что может быть лучше. Да, получает. Капля не спасает, есть рейндроп у Штарма, но этот рейндроп впитал в себя Эрл. Да, получает стрелу Катара. И погибает, вот хороший выиграл. Ой-ой-ой, СВД, как же ты только казался, как бы теперь отсюда вообще выйти. Видимо, путь один до таверны и от рук противника. Но он глимсует еще Стингера, сюда подходит Ауи, у Ауи через 30 секунд откатится сон, но что? Ну, без сеточки Ауи за стулок, кстати, сбили ТП Стингеру. Он может на лоу-граунд выкопаться, в броу-страйке имеется, хотя как же его круто стопят. Топят его очень. Он старался на рейндж вору-страйка выйти, не получилось. Он мог сделать это раньше, но потом вышел, потом его подстопили и все. Молодец, потому что Катара немного потянул время. Катара вернулся на свою позицию, опять же под вражеский вард. Уничтожает нейтральные кемпы противника. Ну что, посмотри, просто опа, здравствуйте, с первого удара получаете стан, ну на самом деле. Катара просто взял и зафармил, отжал у МССа последнее. И продолжает фармить, да посмотри, какой он наглый. Ну, Катара нереально нагло сейчас играет, просто фармит вражеские леса. Да, я понимаю, у тебя есть структура дабл-дэмеджа, но за нагло... Вообще, Катара и на первой карте играл нагло, он шел на темпларке фармить вражеских эншентов. Да, было дело, его за это наказали все-таки. Да. Не знаю. Ну знаешь, в этом есть смысл. Если повезет, если враг все-таки не загангает и не обнаружит тебя, он лишится просто всего леса. Да, не знает вообще. Еще и своим тиммейтом ты освободишь ваш лес. Очень выгодно. Главное все-таки не погибнуть. Да, пятый левел SVG, очень сильно хочет Дисраптор получить шестой, в принципе, как и... Книжечка, но Мукнолдж появляется в стэше, может себе принести, слопать эту книжечку или прочитать, неважно. В любом случае, эффект один шестой получит Дисраптор. Стингер выходит на МСС, а ведет также выходцу на Мику, но здесь МСС никак не взять, если находиться... О, далеко, КИ-19, просто-напросто с лассо, так бы все наверняка получилось. В итоге МСС может на развороте синициировать, по сути, зацепить кого-нибудь, но Таймволк не такого длинного рейнджа, как хотелось бы. Такого великого рейнджа. Был бы Даггер сейчас, конечно, там бы трое в хроносфере стояли. Да, ну, как-то... Гу, нет, хотя, ну, неплохой на Творс у Фейслес Войда, но помимо Даггера, то с Тайтомом можно еще... Ой, что там Спирита возвращает и... либо он сам себе сбивает телепорт. Ну вот, вот в чем заключалась ошибка брать... А тут контр-нападение на Энви будет лассо, Энви потащили под Тауэр, чтобы получить вижен по нему, потому что Монлайн Шэдоу работает, убивает Энви, это размен. И так поздно сюда подтягивается МСС, хроносфера, и даже если он поставит четверых, это хроносфера, что же туда можно положить? Только сейчас летит Нага, зафокусить удалось, кажется. Да, злода, он там лопнул по андерстрайку. А вот и Омнислэш, но только три прыжка, и слишком много героев, плюс иллюзии Наги от команды InFamous. Ой-ой-ой, смотри, в какой позиции, в какой диспозиции находится НК прямо сейчас, нужно отсюда срочно накапливаться. Он выкопается про страйком. Он еще и хотел Дизраптора, да, зацепить. Да, нет, конечно, после снаги Наги уже ничего бы не изменилось, просто сам факт, что Омнислэш заюзал Джигернаут, но там всего лишь три прыжка, поэтому против пятерых героев, четырех героев против везде Наги. Ну, он, знаешь, рассчитывал, видимо, что повезет, повезет, он с этими прыжками завернет все-таки на SVG, и все не придутся на голову Дизраптору, но не пошло. Не повезло, все-таки, по сути, и Джигернаут немного времени потерял, но и по фарму, как и по времени, проседает сейчас Нага, потому что он сделал Ауи 2000 ТП в мид, да, связал сон, который не имел никаких последствий, ну, разве что он Дизраптор подсейвил в теории. Да, но у него уже 1400 золота, Ауи имеет также аэронтологию. А как же он терпел, как терпел? Ну, вот начинает камбэк от Санага в игру, у него было на 2000 практически меньше, чем у Джигернаута буквально. Сейчас вернулся, сейчас все тот же сценарий, а? Не-не-не, не успевает все скататься. Статик шторма нету, а, нет, имеется, имеется. Да-да-да, он просто не успел все сразу скастовать, а, знаешь, скатаро шутки плохи, наверняка парень на реакции, если сразу не положить. Там Дазл, там Дазл просто был рядом, поэтому не стали. Нападать ребята из НП появляется Владмир, у МСС неплохо уже, имеет фейслосвод также. 74 на 14, если обратить внимание на капсат, все очень хорошо. Как у нас собирается Джигернаут в течение этой игры? Понятное дело, что Нага будет идти через Радианс и Травела, а Джигернаут хочет ТПФ. Логичное решение, надо как-то бороться с иллюзиями. Во-первых, бороться с иллюзиями, во-вторых, просто ускорять свой фарм нужно. И это решение весьма верное от товарища Бенджаза. Ну, Бенджаз идет, топовый Недворс, к нему уже подбирается Ауи, а вот когда у Ауи появится Радианс, вот это вот будет концерт и карнавал. Это будет просто беготня по всем линиям, и будут искать эту Нагу, возможно, будут пытаться ее убить, возможно, просто не совладают с ней. Кстати, Ауи здесь подсейвили, мы Лайт Шэдоу проюзал Энви, а там еще и Катару хотели убить. Да, Роуз и Наг находились прямо тут, хромосферу ставить не решились, потому как уже подтягивались. Остальные члены команды Инфэмус к своему шторм спереду, вообще у Катара все плохо. На самом-то деле, очень много раз он поумирал, целых три смерти у него есть. Плюс ко всему ПТ, ДД и Слоу Ринг, но это просто не артефакты на 15-й минуте для шторма. Это пятая позиция по Недворсу. Все очень печально. У Сэнд Кинга 1500 голды, то есть до даггера не так далеко, что у Бэтрайдера. У Бэтрайдера должен был, по идее, быть даггер, наверное. Нет, он на барабанах, всех гоняет на тропилах. И только с появлением даггеров можно ловить Ауи, а так фиг ты его поймаешь. Опа, кто-то отправляется на базу. И снова Катара идет на мид. А не страшно, он пока Ван Крипов там зафармил. Да какой не страшно, он очень много времени теряет. Ты посмотри, он уже на шестой строчке по Недворсу уже и Энви его обогнал. Катара нужно делать пиков вместе с командой, чтобы как-то выходить к Недворсу. Да, и при этом, я думаю, что неплохо было бы еще Инфеймос подстакать где-то Штору Спириту, чтобы он подфармил. Есть такой момент, этим может заняться в принципе Дазл, почему нет. Сейчас уже Лайн Стадия далеко позади и таскаться вместе с тиммейтом, наверное, не самая лучшая затея. Стоит помочь как-то Шторму подстакать леса и вместе с ним в принципе их зафармить. МСС вместе с бригадой. Опа, смоки, ать! Стащим! Ломает Т1 выстрел. А че, это смоки, это правда что ли чужие смокинги? Да, это смок стингер. А, не-не-не, это просто передали смок, это Огр бежал за смоком Сенткинга, я очень хотела его стащить, не получилось. Но было бы круто, было бы круто, если бы это был смок Огр Мага. Бесплатные смокинги. Бесплатные смокинги на каждом углу. Появляется даггер у Бэтрайдера и почти есть даггер у стингера на Сенткинге. И это очень важные моменты, да. Да, сейчас, просто час Икс для Infamous настал, и нужно идти и реализовать эти блинк-даггеры, которые появятся вследствие, уже есть один. Ну и вот он смок, вот смок от команды NP, выходит Ауи впереди планеты всей. Ауи по-прежнему хочет действовать со своей командой, начинает инициацию. Есть сон, заслипали джаггернаута, но там есть дазл на подсейве, если что, дается уже вив, делается телепорт, джаггернаута подловили в статике Кинетик. Хроносфера хорошая, зонища от МСС. Но есть Бенджас, нажимает Блэйд Фьюри, и дазл также сейвит себя Шеллоу Грейдом, влетает Катара. Лассо неплохое по Фейслес Войду, убивает МСС, и хорошая контр-инициация по итогу от Infamous удалась. Дазл себя засейвил, джаггернаут себя засейвил, убили Фейслес Войда, браво, Infamous сыграли здорово. Браво ли Infamous, или же накосячили NP, потому что они не смогли ни один таргет, который держали в своих главных ультимативных способностях, зафокусить до конца. А, кстати, Infamous дают очень далеко, но... Там есть у меня, джаггернаут включился, да, Бенджас. Очень вовремя появился здесь, какой-то полностью фуловый, хотя был еле-еле живой. Ну, а с Вардом бежал в обнимку. Да, летает Бэтрайдер на Фейслес. Не может успокоиться Бэтрайдер вообще никак. Сделал он крипов, хочешь подфармить, но чего, отзонили, скажем так, ребята с NP, причем будет падать и вышка в центре, судя по всему. Есть уже глиф фортификации, хотя сейчас появится Огрмаг, но нет уже Монлайт Шэдоу, нет ни Хроносферы, нет ни Сна Наги, поэтому NP я, честно говоря, даже не представляю, как здесь драться. Дазл, он фулл хп, фулл мана, есть также глиф. Но у Ауи уже имеется Сакра Трелик. И скорее всего даже... Но прикинь, он так много времени тратит, причем это не окупается, потому что Team NP никого не убивают. Хотя Ауи тратит свое драгоценное время на корт персонажа, на хардкерри и прилетает к ним из раз в раз. Ну, Ауи тащит, тащит на горбушке. Сейчас реально, вы видите, топовый Нетворс, имеет Нага Сайрон, при этом Джигернаут и Бэтрайдер, они не отстают. И, ну, в Войда вроде бы все неплохо. Но можно говорить о том, что, смотри, Шторм вроде бы находится там где-то внизу по Нетворсу, но у него денег-то не намного меньше, чем... Ну, он стал не сокращается явно, последние драки прошли удачно для Инфэлмос. Даже чем у Наги. Можно посмотреть артефактом, да, вот как у него изменилось. Что-то у него есть курица. Да, это почти Солбустер, будет делать Бладстоун, Катара, для того, чтобы была мана постоянно, не стал делать Орхид, возможно, какой-то. Да и, в принципе, Бладстоун тоже всегда приятно иметь. И с Бладстоуном можно еще больше на Шторме разгоняться в плане фарма, в том числе. Ну, если, допустим, Инфэлмос сосредоточит свой фокус на Наги, как им сэвить свою Нагу? Ой-ой-ой, Лассо на Угармага потащил на Клив Кейн-Антин, но Кейн-Антин может сам подставиться, есть Клив по... Не успевает Даззл дойти и дать Крейв, но там Хроносфера... Мы даже Хроносферу не пожалели вообще, просто растерзали этого Бэтрайдера. А вот и Баттлфьюри на Бенджазе. И Бенджаз сейчас еще будет разгоняться, помимо Наги. Да, у Наги есть Рейденс, это круто, но БФ на Джиггернауте тоже очень хорошее приобретение. Конечно. Его задачей, задачей АОИ-2000 будет обогнать и Джиггернаута с БФ по фарму, и Шторм Спирит. А как известно, эти оба героя очень хороши в фарме. И вот он Рейденс. За счет Сплита, ну, а Джиггернаут просто за счет БФ, за счет Критов очень быстро фармит. НП с появлением Рейденс на Наги могут столкнуться с одной проблемой. Какой же? То, что у них есть помимо АОИ, помимо Наги, есть Энви и есть МСС, которым тоже нужны айтемы и нужен фарм. Так, очередная попытка реализоваться. Но нет хроносферы. Хроносфера была потрачена на Бэтрайдера тогда в миде. Да, будет статик и Кинетик, но там будет Шеллоу Грейв, скорее всего, от Даззла. Влетает также Шторм Спирит, и Сенкинг неплохо раструсился пицентром. Бенджас нажимает Блэйд Фьюри. И никто не умер после этой инициации из команды Инфеймос. Умирает только 1437, которого добивает Джиггернаут. МСС тоже рискует отъехать, но успевает заюзать таймвок на хайграунд. Кстати, Катара получает очень много дэмэджа. За ним прыгает Этернал Энви. Будет ли Шеллоу Грейв? Да, есть Шеллоу Грейв. И также Панкопа Центкинга хоронит Энви. Также СВДжи можно здесь покоронить. И есть еще Блэйд Фьюри от Банджаса. СВДжи минус, трипл килл. И будет ли ультра килл? Нет, ультра килла не будет, но погибает. Все-таки у нас предпоследний герой команды. Это МСС и погоня за Ауи. Похоже на Тимвайп. Это похоже на Тимвайп. Как больно, правда, откидывается Ауи. И вынуждены разворачиваться Энфэмус. Прочувствовали на себе весь этот Радианс. Но все-таки, все-таки не стали дайвить за Ауи и умирать под базы противника. Что Энпи вообще вытворяют? Что они делают? У вас есть статик Шторм. Вы идете в одного персонажа, который умеется Блэйд Фьюри. И который, если выживет из-под Хила Дазла и из-под его Грейва, может спокойно уйти. И вы все равно это делаете. Все равно. Из раза в раз. Это повторяется. Одно и то же. Энпи инициирует, ничего не получается. Да. Ну, вот Энфэмус. Очень-очень круто отвечают. Вы видите, в Курьере у Катара уже, по идее, имеется Блэдстоун. Если ему еще купить Энерджи Бустер. Да, он покупает Энерджи Бустер на 900 золота там. Ну и Катара себе будет нести этот замечательный айтем на... На ХП. На ХПшечку, на реген, да. Ну, и почти готов и гоним на Энве. Ну, на самом деле, не стало бы Энпи прямо сейчас выносить какой-то смертный приговор. Но, тем не менее, конечно, их ситуация остается плачевной. Понятное дело, нет. Утимейты сильные просто. Смертного приговора не будет. Очень сильные ултимейты. Смертного приговора не будет, но у них есть Нага, которая будет разгоняться. Это факт. Ауи покупает себе уже ТВ-ла. Во-первых, сплит. Во-вторых, один из самых сильных ултимейтов вообще за всю историю доты. Это Хроносфера. Ну, дота 2 непосредственно. Вот. Можно дефаться, дефаться бесконечно. Ну, у Энфелос есть шанс. Там, по-моему, есть шанс у Энви отъехать в таверну прямиком. Но здесь уже есть. А вот это Хроносфера от МССа по троим, но демеджа слишком мало. Также есть Даззл на подсейве. Будет шеллоу гриф на Бэтрайдера. Но какой же хороший статик шторм там ставится от Дисраптора. Погибает уже Бэтрайдер. Также погоня за Бенджазом. Бенджаза успевает все-таки остановить Ауи по окончанию Блэдфьюри. Ауи опять вовремя. Должен Бенджаз нажимать Омни Слэш для того, чтобы хоть как-то засейвиться. Влетает Катара Хаяма. Делает уже даблкил. 14-37. Ой-ой-ой, еле-еле выживает Этерна Лэн. И просто на разворочке. И SVG может умереть. SVG живет. Получает последнюю тычку от Катара и умирает. Возвращает Катара. И Катара приходится донаться с Блодстоуна. Вот это вот уже то, что НП хотели нам показать. Но у них не было кулдаунов на ультимейте в прошлые и позапрошлые разы. А сейчас кулдауны появились. И это Тим Вайп для команды НП. Вау. Да, здорово. Правда, с кулдаунами небольшая помарочка. Сейчас у них кулдаунов не было. А тогда вот были. Ну, да, я это имел в виду. Но в любом случае, здорово. НП действует потрясающе. Наконец-то, наконец-то то, что они хотели. Да, они показали. И более того, в конце Катара уже влетел. Отчаянный врыв взял, чтобы хотя бы какой-то минус оформить. Благо задонавился. А то было бы совсем не здорово. Ну, такие вот у нас перевороты. А как выжил Этернал Энн в течение этой драйки? Это вообще нонсенс. Он липнулся. За ним бежал до конца. Просто до победного Джиггернау. Ты знаешь, автоматически сработал тот Саганима Старшторм. Звездочка упала. И Этернал Энн на последние тысячи выживает. Так оно и было. Да, но и вот... В графике. Переворот. Хотя, вроде бы, не слишком большой прям вот камбэк. Да, это не 20 тысяч. Но, тем не менее, у нас еще и игра-то. То есть, стадия не дошла, когда команда так бы уже доминировала. Все упущено. Все упущено. Энпи умудрились восстановить. Это самое главное. И я боюсь, что с такими ультимативными они свое преимущество уже не отпустят. И Энви остается совершенно один-одинешник. Можно его на этом подловить. Чем занимается команда Infamous. На лассо оттащили. Еще и эпицентр в него всаживают. Действительно, потому что игра она очень жирненькая. Будет на шанс ультиматив. Есть Старшторм и Кинетик. Причем... Причем... А Шалу Грейф потратил на себя Хатсуна и... Да, он не лежит. ...убивает Сум Кинга. Разменялись пока что. Можно было бы как-то преследовать. Было бы хоть кого-нибудь видно. Но это суппорта на мидера. Разменяли команду. Ну и зацепили почему-то. Не захотел нахт пытаться даже поставить хрансферу. Хотя очевидно почему. Потому что нет Старшторма. В прошлый раз он действительно пригодился и недостатков дэмэнджа не было. Старшторм его восполнил. Какой, кстати, левел у Дизраптора на данный момент времени, у СВГ? Девятый левел. Ну, левел, конечно, поднять бы до 11-го. Было бы вообще неплохо. Было бы замечательно. Да. Ну и у МСС появляется Манта Стайл. МСС тоже начинает такую боевую мощь приобретать. Ох, лучше не смотреть насчет Фесс-Войда. Да. Иначе чат разорвется. Давайте сразу другого героя, пока не заметили. Да, вот, например, Огр. Что у него есть? Есть ОПС, ДСН-3. Лад Лэнси. Разбулевает такой. Ну, кстати, почти 11-й себе апнул. 14-37. Скоро будет второй мультикаст. И вот он СМОУК. Дубины. Дубины разбил ОПС, да, и тут же скрылись в дыму. Поверх Монлайт. И отправились в мид. Есть все ультимейты. Отключение ультимейта. Дезераптор вот только что. Ой, Катара разрывил СМОУК. Под руной Инвиза. Ставится сразу два центряка. Катара возвращает на Статик Шторм и Кинетик Филд. И это минус Шторм Спирит. 36 секунд отсутствует Катара. Потратили по итогу на него только Статик Шторм, ну, что немаловажно. Но, тем не менее, под, знаешь, Ангелом Хранителем в виде хроносферы, в виде сна, правда, АОИ-2000 убежал пушивать топ. Можно спушить СР-2-вышку на миде, чем занимается НП. Глиф. Ну, ничего страшного. Можно вполне отступить. Оставитесь иллюзии. Иллюзии справятся. Хотя приходит Стингер, говорит, нет, 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 вышку я вам не отдам. Можно довести вышку до состояния меньше 130 хитпоинтов, тогда она будет денайбл, и, по-моему, уже... Да, денайбл. Хорошо. Не отдали лишних денег каких-то ребятам из команды НП. Да, поэтому хороший глиф получился, грамотный, смотри, за денайд. Бэтрайдер нагло фармит вражеские леса. В принципе, на данный момент это, наверное, самое безопасное место для фарма, и прекрасно понимает это К-19. Но большую часть проблемы Infamous решит один предмет. Решение всех ваших проблем это какой у нас предмет был? Блокимбар? Да. Infamous такой же девиз, кстати, в прошлом матче имели, и он зарешал. Тоже, вот БКБшечка, походу, у Джиггернаута, может, это не Милл Шторм, да, это БКБ. Джиггернаут что-то в этой игре понимает, и что-то в этой игре также понимает и К-19, потому что посмотри на артефакты Бэтрайдера. Да-да, у него уже ведь готовая почти БКБ, там, смотри, 3000 сверху, Огр Клаб уже в стэше, это мы акцентировали внимательно. Еще одна БКБшка у Infamous, и сейчас вот это может стать переломным моментом. Да, это, безусловно, может стать переломным моментом, и довольно нередкое явление, скажем так, когда Джиггернаут вынуждены себе покупать за Блокимбар, потому что в воровской команде Дизраптор. У Ауи есть Акторин. Ауи фармит как зверь, зверюга. Он потрясающе справляет с иллюзиями, все-таки у него одна из сигнатурных вот эта вот нага. Но тем не менее, Ауи, он не слишком далеко оторвался от Бенджаза по фарму. Ну, вспомни, вспомни, как много он ромил. И несмотря на смерти, вот последняя Катара Хаяма на Шторм Сбериде, он тоже занимает неплохую... Ну, не самую грязь вообще Ауи сейчас утворяет. Посмотрите на топ, увидите вот эти вот черно-желтые точечки. Да, это стандартные маневры, это абсолютно стандартные маневры, которыми должна заниматься... Каждая уважающая себя нага? Да, нага здорового человека. Да, да, ты абсолютно прав. Ну, и вот идет Ауи иллюзиями. Чекает обстановку, контролит подходящий крип-вейв. И крип-скипит, что тоже немаловажно, и пушится Тауэр на ботом-линии. Ну и падает. И вот он Орхид, у Шторм Спирита, это тоже очень важно, потому что если сфокусить Войда до того, как он поставит хроносферу, а с Орхидом и двумя Блокимбарами это можно сделать... Не получится просто, потому что там манта, а вот в лете Дизраптора было бы очень выгодно. Либо в Дизраптора тоже неплохо. Ну как идеально было бы сделать. Вы в Лассо держите Войда, за Лассо его фокусите, и Орхид приходится либо на Нангу, который, по-моему, есть ли у нее манта? Должно быть, по идее нет. Вот она без манта, она взяла фластокторин, что очень важно. И если ей дать Орхид, вот это будет супер. И даже как-то с руки там под Вортексом замесить Дизраптора. Вот это идеально, просто идеально. Все майн-таргеты будут под какими-то дизейблами и сайлансами. Вопрос только в том, хватит ли дэмэджа. Не, не хватит. Пока что не хватит. К сожалению, для команды Инфеймоус. То есть, Бенжас, ну, опять же, для Джаггернаута круто, то, что с наличием Battle Fury можно очень быстро отпушивать. И когда Бенжас делает себя манта-стайл, то он может также отправлять иллюзии. Но надо действовать, надо что-то предпринимать, потому что есть Бутстоун, да, на Катаре есть свежий Орхид, два Блинг Даггера. Надо действовать, просто потому что с течением времени Нага все будет более назойливой в отпуше. А отсутствие Джаггернаута в драке, который будет бегать за этими иллюзиями, пытаться их разбомбить, то есть это может повлиять просто на дальнейший расклад всех тимфайтов. Сами понимаете, отсутствие Кора, драка 4 на 5. Она и так уже назойливая, просто иллюзии станут сильнее. Конечно, и с ними будет некому справляться, кроме Джаггернаута, в этом-то и проблема. А вот то, что сейчас Инфеймо заходит на Рошена, опять-таки, играя за сторону Дайр, и Рошан падает очень быстро, это нужно тоже учитывать, потому что НП, когда они поймут, вот сейчас вроде бы они понимают, они группируются, и они могут сюда не успеть. Да, они не успевают, Рошан, скорее всего, падет до их прихода. Очень жаль для НП, там могла бы... И причем есть скан, который их не замечает. Ну и Рошан падает, действительно, до прихода команды, НП получает эгиду Катара. И зацепили в Лассо иллюзию! Иллюзию зацепили в Лассо, потрачено, Флэминг Лассо, Батрадората, и Эпицентр потрачено. Нет, смотри, Эпицентр тоже, опять же, в иллюзии, что вообще про них вот сходит? Интелус, как можно было так наферить? Очень большой рассказ, кстати, принял себя Катара, более того, у него... Но он полетает, он полетает и раздамажит по максимуму команду, НП теряет эгиду Катара, Бенджас продолжает драться с Ауей. О, боже мой, обе команды хороши, конечно. Да, Ауи, Ауи, Ауи находится под фокусом. Должны сейчас, ребята, из НФМУС убивать Ауи 2000, и так и есть, убивают на Гусайра. Она-то минус 2, в размен на одного Дазла. Также горит Батрайдер на МСС, МСС юзает Монтестайл. У него будет через секунду таймвок, и все-таки МСС спасается на базу с таймвоком. Да, я просто сейчас схватилась за голову, то, что исполнили в начале и после обе команды, было потрясающе. Потому что ты чувствуешь сарказм, нотки сарказма в моем голосе. Эпицентр. Лассо. Пришлись по иллюзиям Наги. Замечательно. С этого начался Тимфайл. Лассо вообще в иллюзию вода, да. Да, в дальнейшем товарищ на войде решил раскинуть хроносферу прямо на шторма, у которого Аегис. Ну, еще там подстрял Дазл, но его никто не запомнился, только потом. При этом не убили шторм спирита. Да, и не добили. Катара выжил максимум до потери Аегиса. Он полетал, он раздал дэмэдж, он поставил два реминанта, он нажал вортекс. Там саппорты лопнули просто моментально. И потом встает фуловый и, как говорится, флаг вам в руки. Убивайте меня снова. Это серьезный бред, то, что произошло. А здесь Бэтрайдера подловил Этерналами на стрелу. Ну, уйдет отсюда Кейн-19. Не знаю, если рассматривать вообще все боссовские квалификации за мейджор, да. Мне кажется, это была худшая драка просто. Ну, я бы не зарекался так, но на самом деле... Катара, кажется, подфидел. Более того, здесь же Хацун и Мику тоже поймали. Летит на всякий случай. Смотри, Ауи. Ауи забирает фраг. Сжег. Да, зла. Умер Шторм Спирит, но не подфидел. Он совершил самоубийство. Да, хорошо. Ну что ж, опять же, вообще при хороших раскладах драка для Infamous должна быть удачной. Но, как мы видим, то, что все ошибаются и Infamous, и NP. Но на то это и квалификации. На Boston Major, на главный турнир сезона. На то это и плей-офф. Ауи волнуется, это же плей-офф, в конце-то концов. А как не волноваться ребятам из NP, которые уже потеряли одну карту? Да. NP находится в шаге от того, чтобы упасть в сетку проигравших. Ну, по идее, это же для них не конец, если они проиграют. Да, не конец, но тем не менее. И падает Т2-вышка, зацепили МССа. Под БКБшкой находится Бэтрайдер, поэтому его никак не взять. МСС получает рассказ, моментально умирает от Сент-Кинга. Ауи не сбивает телепорт, потому что флеймбрейк теперь действует как плайнт от котла. И телепорты он не сбивает. И уже... Как и многие сплы, которые не сбивают телепорты, да. Но, тем не менее, бутылка больше не сбивает. Именно по типу. Он как бы тебя отталкивает, но ТПшку не сбивает. Да. Но Бэтрайдеры, все равно, люди, которые играют на Бэтрайдерах, уже опытные оффлейнеры, они интуитивно уже бросают этот флеймбрейк, потому что... Есть, есть такой момент. Раньше это все было по-другому. Раньше это буквально там пару микропатчей назад. А вдруг Куауи дрогнет рука, и он, знаешь, такой, ну блин, я все равно банкой собью. Да, и С очко нажмет. Да-да-да. Продолжит драку, думаю, это нужно по максимуму тогда додерусь. Сделаю максимальный вклад в то, что останется. Энви отстал по Нетворцу очень сильно. У него 11 тысяч. Да он и не лидировал, честно говоря. Ну, он иногда шел вровень с тем же Штармом. Так. Да Блэйд Фьюри есть. Да. Он иногда шел вровень с тем же Штармом, с тем же Джиггернаутом где-то там на тысячу отстал. И вровень со Штармом после последней драки, ну, с Айегисом, я имею в виду, которая произошла в Ильсуууу Радиент. Просто вот сам факт, что у Энви все не слишком радужно. Ну, это факт. Причем, а Бенжас? Бенжас молодец, он старается от Ауи не отставать. Ну, он сделал полностью айтем билд для того, чтобы от него не отставать, собственно. Ну, и отпушивать. И вот Манта Стайл к Наке приезжает. Да, с Мантой будет получше. Аганим у Сент Кинга. Ой-ой-ой, вот это вот... Сент Кинг выполняет одну из ключевых ролей здесь, да, Стингер, потому что он дает возможность ваншотнуть кого-то в лассо. Так, собственно, произошло на топе. Вышку все-таки добили? Да, дистанционная вот эта вот борьба. БКБ появляется у Энви. Что это даст Энви? Это даст то, что он... Магическую уязвимость. Ну, да, то, что он не будет получать дэмэдж от Сент Кинга, но все так же его могут словить в лассо. Ну, пока что мейн-таргетом для Бэтрайдера, судя по всему, является именно Войт. Войт либо... Ну, да, Войт, потому что Нагу нет смысла цеплять. Влетит МСС, поставит Хроносферу, потом, возможно, даже Ауи Соб. Ну, можно с ним бороться. Пока что БКБшки долгие. Вот конкретно у Бэтрайдера Катара бы тоже не помешал Блокинг Бар. У Джиггернаута тоже Блокинг Бар есть. Ну, Катара, скорее всего, будет делать БКБ. Да, ну, ему здесь жизнь необходима, потому что, собственно, и Огр, и Сверджин Дизраптори, и все эти герои взялись... Были взяты для чего? Для того, чтобы контрить все попытки Катара, бесчинствовать вокруг да около, повсюду. Да, ну что ж, дорогие друзья, уже 38 минут у нас позади, и продолжается игра. Там Смоук разбивают ребята из Инфеймоус, будут батить, что ли, на Штарма с Джиггернаутом. Ну, такое. НП тоже, судя по всему, выходит в дымах. Да, так и есть. И будет ли встреча? А с Хайграунда будут встречать Инфеймоус, если сейчас увидят. Пошел Мунлайт Шэдоу и увидел их от Сунамику. Увидел, попинговали ребята из Инфеймоус. Бэтрайдер, Кейннентин, залетает и хватает, но там был Глимс. Огро, Огро все-таки сходил. БКБ прожимает, и поэтому от Глимса спасается. Стингер подкоп по иллюзии, МСС, ставит хроносферу по двоим. Пытается зафокусить Катара. Катар, но есть Шеллоу Грейв от Дазла, потрясающий Катара. Хочет отлететь, но все-таки не успевает, потому что там статик шторм. БКБ прожимает свежее. ФФМ, точнее, НП, разменялись в ФФСКО шторма. Да, там стрела в иллюзию полетела, в иллюзию Бенжаза. И также и МСС рисковали. У Катара, подкликайте, пожалуйста, шторма. У него Блокинг Бар был, по-моему. Да, и он его поражался просто в предсмертном дыхании. Более того, у него очень было мало маны. То есть шансов выжить просто, шансов выжить ноль. Да, ТПшится сюда МСС, но нет хроносферы, поэтому особо напугать он ребят из команды Инфеймоус никак не сможет. Ну, просто задефали Тауэр. Странные драки. Очень много странных драк получается в целом. Даже трудно их расконтролировать и понять, кто что делает, делает ли он это верно. Что вообще получилось у Инфеймоус не так в течение этой драки? То, что залетел Бэтрайдер, да, он залетел вглубь, к врагам, у него есть БКБ, что ему бояться. Вот только залезал манту в SS Void и растерялся Бэтрайдер немножечко. В итоге зацепил самую крупную, такую доступную цель. Это было огромно трудно спутать с кем-то. Ну, вообще... Близлежащую цель он зацепил, а потому что тут ревоид, а какой настоящий? Просто не хотел опять ошибиться, как в прошлый раз. К-19 и... Ну, это все равно, это того стоило. Потому что все-таки разменялись два в одного, два суппорта на одного штана спирита. Ну, размен, можно сказать, равный был, но по количеству в пользу все-таки команды Инфеймоус. Слушай, SVG, прокликайте, пожалуйста, SVG, что у него, я просто заметил то, что у него есть Мидас и уже полаганима. Да, SVG хорош, я думаю, что вскоре он станет секретным оружием Team NP и самым сильным секретным оружием. Да, и с появлением аганима уже будет тяжелее команде Инфеймоус, потому что БКБшки уже не проюзать, если ты попал статистик шторм. Да, БКБ отказано. Интересно. Ну, вот, опять же, все, ничего не изменилось толком по Нетворсам. А, можно графики посмотреть? Мы давно их не смотрели. О, все в нуле! Потрясающе! Потрясающая игра, на самом деле. Я без единой доли сарказма это говорю. Только по XP-инфоус ведут. Ну, правда, потому что Нага иллюзии формит. Нага формит иллюзиями. Да, то есть, если чувствуется, что все-таки преимущество команды Инфеймоус, не по счету, а так в целом, их напор и натиск пока что активно отпушивает исключительно Нага, иногда Инвия, который подстревает, то в целом, да, по голде тащит Нага. Нага вывозит это дело Ауи 2000. Это Ауи. Инфеймоус допускают некоторое количество ошибок в тимфайтах. Пока что по макро у них вроде все неплохо, но вардинг... Хотя вот Нага с гемом, видишь, задевардила. На своей территории Ауи неплохо справляется. Да, и если бы Инфеймоус не допускали, возможно, какие-то ошибки, то драки бы выигрывались далеко именно уже с отрывом их пользу. Но от ошибок никто не застрахован. Да, никто застрахован, но, к сожалению, инфеймоус их совершают. Одно за другой, что дает пространство для Наги и вообще в целом команди НП для фарма. Когда появится Аганим на Дизрапторе, кстати, у ФСС Войда, что есть наверняка, каким-нибудь дефюжу, да, плюс 3000, можно был кинг бар взять, вот этот Угр Клаб, или же Аганим, а можно и БКБ, и Аганим. И мне кажется, что вот этот отпуш бесконечный Наги даст возможность ему нафармить оба этих предмета, и что тогда получится? Идеальный деф для Тим НП, они будут дефить бесконечно, забирать фраги, у них куча дизейблов, куча прекрасных ультимативных, в качестве хрона, татик шторма под Аганимом, то есть мне кажется, у Инфеймоус мало-мало шансов, с каждой минуты их становится все меньше, затем на вражеских игре. Ну, Бенжас покупает себе первый Ultimate Orb, судя по тому, что у него имеется манты, это будет Скадя, любимый артефакт Энви. Читаю, почему Скадя-то? Я думаю, это Линтенсфера. Против одной из сетки? А, ну, окей, Глимс, не знаю. Стоп, а кого мы рассматривали? Шторма? Джигернаут. Джигернаут, а, Джигернаут, да, Скадя, конечно. Просто ты сказал его излюбленное Скаде, что я подумал, что мы говорим о Этернл Энви. Ты понял, да, эту цепочку логическую? Я думаю, что, 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 Энтернл Энви, Мирана, Скадя, ну, только не это. Но на самом деле Энви тоже может, я... Да, Энви может. Я бы на твоем месте не стал бы так сомневаться сразу. Кстати, Энви рисковал. Да, рисковый игрок. Такой рисковый парень, это Джиги Мау. Ну, все-таки решил сыграть по Сейвобе, и чтобы подфармить лес для... Нет, ну ладно, не будут фармить они лес. Выходят под Монлайт Шэдоу. Да, есть все ультимейты, они на готове. Дизраптор все еще безогонимый, или уже успел его себе добрать? Нет, осталась еще одна часть, осталось еще купить Блэйду Фалакрити. И вот Скади, Скади на Бенджазе. Ну, я думаю, после Скади будет либо Эбисол, либо МКБ. Да, МКБ нужно даже... А вот вместо чего только? Ну, не знаю, вместо... Баттл Фьюри, возможно. Нет. Хотя, ну, нам нужно дефаться от иллюзий как-то. Ну, в теории, знаешь, скорее всего, как поступит Джиггернаут. Если у него надо докупиться достаточное количество денег, профессиональные игроки на то и профессиональные, что им должно быть не лень нажимать много-много-много кнопок, постоянно быть в боевой готовности. Соответственно, он возьмет себе муншарт, он купит себе муншарт, съест его, а после доберет МКБ. Что он будет делать? Он будет выкладывать себе КБшечку или Даггер, чтобы иллюзии оставались плотными. Он выкладывает Даггер, берет себе МКБ, иллюзию вязает, отправляет их по линиям, и снова забирает себе Даггер и так далее. Короче, он будет растосовывать предметы, работать с курьером постоянно. Ну, не все даже профессиональные игроки, кстати, могут это, но как раз-таки мы много тоже это обсуждали с аналитиками, то, что вообще позиции, там, позиции Керри, например, насколько она ответственная. Вроде бы Керри тащит тебе катку, но вроде бы Керри и саппорты охраняют, пока ты просто бьешь крипов. И вот мы сошлись просто на мнении, то, что Керри настоящего топового уровня, вот реально Керри Кир 1, скажем так, он вот эти вот все вещи, которые ты только что перечислила, он именно умеет делать. А вот такие посредственные... Ой-ой-ой, стрела, как же неприятно. Такие посредственные Керри, там, какого-то вот Тир 2 уровня, несмотря на то, что они профессиональные игроки, они иногда не смогут, не могут справиться вот с этим вот перекладыванием из Курьера в свой инвентарь всяких рефрешеров, блокимбаров и подобных артефактов. Это тоже иногда... Иногда решает. Да, решает. И еще как, главное, трезво оценивать возможности того, насколько это решает. И действительно стоит иногда вложить в это свои силы. Бэтрайдер на хосте влетает, влетает нагло очень. Кстати, у Ауи появилась Тараска. Нереально толстая иллюзия. И понимает то, что если сейчас купит Баттерфляй Ауи, то тогда Джиггернаут по-любому себе затарит МКБ, и все вот эти вот увороты, они просто будут на корню контриться. А ну-ка еще раз артефакты Наги Сирена, пожалуйста. Да, вот эта вот Тарасочка. Ну, он себе может обглядеть Трэвелл. Опять же, Муншар, то больше ничего не надо. Ой, подкопа Ауи вместе с Эпицентром, но слишком толстый. А Ауи все равно. Ауи наплевать, у него Тараска. Он сейчас на разворотящую сеточку кинет, а сон можно провязать. И иллюзии тоже. Он почти фуловый, ты посмотри, как он регенится. Это минус Батрайдер. Кажется, закидывает МПМ вот прямо сейчас. Правда, Статик Шторм пришелся в иллюзию Джиггернаут. Он тоже такое бывает. Или просто поверх Сенткинга, не знаю. Куда-то в сторону. Не суть важно. Главное то, что два минуса сделали. Так, а если выкуп? Если выкуп у Сенткинга и... Да, можно у Байбеки переключиться, понятное дело, что... У Батрайдера нет выкупа. Да, да, да. Окончательно и бесповоротно будет лидировать по натворцу на этой карте Нага Сирена. Ауи 2000. Да, ну уже почти 50 минут. Вообще, в принципе, по пику можно было понять, что это катка минимум минут на 50. Да, я, к сожалению, не угадала с тем, что Энви выиграет мид. Катар его обыграл. Оказался мидером по сине. Я, возможно, наблюдала. Карты Нпи, где Этернал был на Миране, у него просто был слабый оппонент в миде. Может быть, так это было. Может, из-за этого он всем доминировал. Не знаю. Но в данном случае Катар ему обыграть не удалось. Во-первых, но с таймингами я, вроде как, угадываю. Я сказала, что минимум 50 минут эта карта будет длиться. Так пока что и происходит. Рошана забирает ребят из команды НПи. За это Ауи Сон на упреждение выходит. Из Рошпита, кстати, видит Катару. Подловил Сон. Ну и обратно. А Катар, а вылетает на Ауи. Я бы, на самом деле, на месте Катары так бы не стал рисковать. Потому что там можно и какую-нибудь стрелушку слить. Ну, агоним у СВГ. Там можно встрять. Очень запросто. Более того, Дизраптор уже успел себе где-то поднатаскать левел 6 за все это время. Ой, левел 6, говорю, левел 16 почти. Вот, пожалуйста. Не то чтобы где-то, а понятное дело, откуда. То есть это благодаря Мидасу весь этот левел растет так быстро. Ну, здорово. К чему вообще я это клоню? Это то, что СВГ играет хорошо на Дизрапторе. Мне нравится. Я бы сказала, что этот уровень Семы Заслеера однозначно. Да, ну, Семы на Дизрапторе тяжело кому-либо переплюнуть. Да, то есть я как бы поэтому озвучиваю. Что-то на уровне приблизительно. Ну, как бы Сема это отец на Дизрапторе, поэтому это босс. Босс всех Дизрапторов. 10 Дизрапторов из 10. Конкурировать с ним реально тяжело. Да, пока что пауза стоит. Причем попросили ее не перуанские игроки, а ребята из команды NP. Мы вернулись, кстати, к NetWars. Он 33 тысячи у Наги на данный момент. Хорошо. Ауи хорош. Да, что по графикам. Что по графикам. Да, опять-то толком-то преимущества по экономике ни у кого и нет. Ну, по XP 15 тысяч. Потихонечку вот этот вот змейка графиков подняла свой носик и устремляется к нулю. Team NP наращивает по опыту. Наверстывает, так сказать. Game is paused. Да, 21-19. Чет по фрагам. Уже почти 50 минут прошло. Это плей-офф. Напоминаю вам, дорогие друзья, то, что это плей-офф американских квалификаций на Boston Major NP против Infamous. Команды из Канады против команды из Перу. И Infamous отстаивают честь Южной Америки, отстаивают честь Перу. Входят слухи-то. Ты слышал об этом? Что якобы американская дота слабая. Ну да, у нас уже EU Invaders уже показали, насколько слабо американская дота. Вон там они, по-моему, на последних местах. Команда про дота и команда Elements. Ну, по-моему, это не совсем те составы. Естественно, они оказались на последних местах. Ну, Team NP и Infamous конкретно. Разве они не могут показать хорошие результаты? Второе место DC на International и третье место EGN International тоже показывает, насколько же американская дота. Это не очень, конечно. Да, действительно. Так, нам Курьер показывает. Веселый Курьер. Нам просто во все 32 зубы улыбается Грявол. Это Грявол. Ты знаешь, что это Грявол? Нет. А почему Грявол? Ну, потому что... Опа! А ты смотри, какой он крупноплановый был только что-то. Ух-та. Ну и... А тебя сложно тут смешить, да, Февер? Нет, я вообще... Я просто... Это моя первая... Угораешь постоянно, да, я поняла. Моя первая Best of 3 на сегодня. Кстати, посмотри, как Джиггернаут отпушивает линию фрута. Да, иллюзии справляются потихонечку. Не то чтобы совсем, но потихонечку. Так, вот-вот, начинается, начинается. И вот он Хекс на Сент-Кинге, и вот оно МКБ на товарища Бен Джази. Пока что ручками отпушивает Джиггернаут. Он ведь не продал манту. Он не мог этого сделать всегда. Да, он продал манту. Да уж... Хорошее решение, потому что Энви покупает себе Баттерфляй, потому что на нем был Талисманов Повейжен еще тогда. И Бен Джаз... Да ладно, неужели Бен Джаз бы не успел нафармить МКБ за счет иллюзий? А его все равно, его все равно, его все равно некуда было... Даже тебе говорю, можно было бы растосовывать вот это все дело и формить гораздо быстрее. То есть Бен Джаз не того уровня кэри. С Тингера. Американский кэри? Канадский кэри? Нет, перунский. Перуанский. Перуанский. Когда-то еще лет где-то... Какао смешно двигается, упираясь вот этого вот крипа. Он очень долго так шел. Примерно полторы тысячи лет назад, ну ладно. У Сунгенга, кстати, нет байбека, потому что он купил себе Хекс и без выкупа остается Скорпион. Да, это очень важно, на самом деле, и очень долго... А тут посмотри! Опа, что в ракоте происходит? Он наводится. Ну вот он сплитпуш. Катара, Бен Джаз. Ну, правда, уже ретировался оттуда. Жиггернаут возвращает Бетрайдер, он вынужден провязать БКБ. И Хроносфера стоит от МСС. МСС убьет Дазла. Не будет уже Шеллау Грейва, также убивает и Бетрайдера. Да, и Бен Джаз потратил свой ультимейт. Бен Джаз также находится под башиком, также ловит Статик Шторм. И Кинетик... Нет, без Кинетика, просто Статик Шторм на голову. И это минус 4, как-то... Бэбека на Бетрайдере нет, что немаловажно. По-прежнему 13 секунд, и Сунгенг находится в таверне. И, пожалуй, это потеря стороны. Окончательный бесповоротный где-то еще... Смотрите, на Желтого. Желтый это АОИ-2000. Поймал Шторма. Ну, правда, на себя так раскатил немножечко часть команды. Но это гуд гейм. Это гуд гейм, и немного нелепая драка вышла в конце. В самом для команды Infamous пошли как-то неуверенно догонять. И в итоге ребята из NP очень круто раскатили. Хотя у Infamous, я думаю, что были все шансы. Были... Были все шансы. Если бы они сыграли безошибочно, очень грамотно. Они отдавали бы столько, сколько они модели Team NP. Если бы старались изо всех сил продолжать доджить попытки NP реализовать свои комбинации. Да, у них первые два раза не получилось. Зато потом начало получаться. И получалось хорошо. Они вернули себе все, что потеряли вначале. Ну, а более подробно, пожалуй, расскажут нам обо всем этом. Наша студия аналитики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Е-гейминг-бэтс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. Старкрафт 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баты команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОС. Ты точно знаешь, кто победил.